В этом сезоне первый из трех, считающийся идеальным и подлежащий обсуждению, это эпизод «Шесть салфетки». На первый взгляд, название не имеет особого значения до просмотра эпизода и увиденного буквальной роли салфеток. Обломки Айовы, выполненные под руководством Айовы, действительно поразили. Итак, хочу обсудить, почему именно этот эпизод кажется мне совершенным. Итак, приступаем. Почему эпизод «Шесть третьего сезона с Медведя» идеален? Предупреждаю, видео будет содержать спойлеры. Это прояснило поведение Тины в прошлом. Одной из важнейших вещей, которые, по моему мнению, этот эпизод сделал хорошо, было позволение провести время с персонажем, которого мы узнали в иной роли, не похожей на других. Тот, кто занимает «Медвежью кухню» — это Тина. Тина изменяется в течение трех сезонов шоу. В первом сезоне она была относительно устойчива к изменениям. Была холодна с Сидней и Карми. Честно говоря, я не очень ее понимал. Но с продолжением сезонов мы видели ее подлинную человеческую сторону. Это позволило ей раскрыться и принять изменения в своей жизни. Этот эпизод был до работы в Биф, где ее уволили после работы 15 лет. Только из-за того, что зашла в Биф, поскольку ее поезд опоздал. Когда Майки наполнял салфетницы, отсюда и эпизод. Она разговаривала с ним. И они оба в итоге обсудили ее трудности, где он предложил ей работу и изменен жизнь. До этого момента мы не знали, как Тина оказалась в ресторане, но, видя все, что произошло до беседы, мы поняли, почему она была такой, какова была в сезоне 1. Майки принял Тину в свою семью. Они провели диалог там, где проводят семейный обед за каждую смену. Символизм ясен. Когда Карми и Сидни впервые появились в сезоне 1, она ничего не хотела менять, застряла в своих путях. Однако, зная, что Майки ей важен и спас жизнь, когда она готова была потерять все, это имело смысл. Она хотела сохранить его память. Память о нем жила в магазине сэндвичей и в их режиме дня. Давайте не забывать, что мы видели, как Тина любила рутину и возможность знать заранее, что она сделает, что, вероятно, тоже сыграло свою роль. Мне кажется, после увиденного нами увольнения и борьбы Тины, чтобы вернуться на работу в 46 лет и приобрести новые навыки на кухне, освоить новую рутину и не знать, что будет дальше, это было нечто, что, вероятно, вызвало у нее враждебность. Майки был ее спасителем, и она не знала, будет ли у Карми та же чуткость, что у его брата. Мы видели, почему Тина в наши дни так сильна, потому что ее каждый раз сбивали, но от жесткого парня она получала самую мягкую помощь и прием в среде, которая действительно опиралась на ее силу. Мне кажется, ей в первом сезоне очень не хватало Майки, и видя, что он сделал для нее и как он помог ей продолжить и начать новую жизнь, это было ее способом оплакивать утрату. Без этого эпизода мы не узнали бы, как он связан с первым сезоном. Важность разговора. Никогда не знаешь, что может сделать день человека. Улыбка, разговор или доброта. Тина получила все это в один из худших своих дней. Улыбка от Ричи и Майки, дар бесплатного кофе и бутерброда. Разговор, где ее действительно слушали. То же и с Майки. Разговаривая с Тиной, он начал рассказывать о своих проблемах. Несмотря на проблемы, он был готов облегчить Тине момент и помочь с бременем. Зная, что произошло с Майки, эта сцена была прекрасной. Когда их разговор закончился, он сказал Тине, что приятно было поговорить, и его слова задели глубоко. Из немногих раз, что видели Майки, он не производит впечатления открытого человека. Сомневаюсь, что он говорил Донни о своем состоянии. Сомневаюсь в Ричи, Шугар, ни в коем случае не Карми или Анкл. Так что Тина, возможно, единственная, с кем Майки открывался и делился проблемами. Что красиво, но навязчиво. Потому что Майки не давал понять, что он борется. Тина сидела и плакала, ее язык тела говорил за нее. Но Майки улыбался, шутил и не понять, что было внутри. Это страшно. Но это показывает, что разговор может быть сильным и может сделать больше, чем думает. Это помогло Тине и кратко помогло и Майке. Они были равны, сняли груз с плеч и стали ухом для друг друга. Зеркальная реальность. Этот эпизод коснулся темы, о которой мало говорят. Компании увольняют людей, когда их сотрудники лояльны им годами, и эти люди могут оказаться на рынке труда, ставшим чужим, потому что прошло много времени. Тина не искала работу более 15 лет, и мир сильно изменился за это время. Она не могла просто раздать резюме, она конкурировала с людьми значительно моложе ее. Опыт Тины ничего не значил, ведь компании искали образование, а не стаж работы. Все, что очевидно в реальности. Смотрели ее борьбу без ответа от компаний, отмененные собеседования тратили время. Грубость людей, что даже не смогли встретить ее взглядом. Тема, которую поймут многие зрители шоу, если они прошли через это, и страх возвращения на рынок труда в старшем возрасте, где все по-другому пугает. Это сломало Тину, у которой огромный опыт в той сфере, где она построила карьеру. Это реальная проблема, через которую проходят люди, но вы редко видите ее на экране. Поэтому я комментирую создателей за увиденное и захотевшее обратить на это внимание. Способ подачи эпизода, режиссура и съемка были прекрасны, он стал одним из заметных в этом сезоне для меня. Тина любила рутины, так что был акцент на одинаковых кадрах каждое утро, и мне нравится тот факт, что это вшито в наш разум. Мы прожили день жизни Тины. Когда Тина потеряла работу, и камера медленно приближалась к ней, это ознаменовало изменения. Не нужны были слова «все говорило» лицо и глаза Тины. Сцена в закусочной была отлично снята. Как разговор становился все более напряженным, камера приближалась к спикеру. Это позволило нам сконцентрироваться не только на говоримом, но и на эмоциях на их лицах и казалось. Это символ того, что мы получали более глубокое понимание их обоих мыслей, место, куда, как казалось, они сами и не заходили. Но вот они, совершенно незнакомые люди, рассказывают друг другу все свои трудности. Кажется, что я констатирую очевидное, но я собираюсь упомянуть об этом, и это игра Тины Лизы Колонзайос. Она показала Тине ту сторону, которую никто из нас никогда раньше не видел, хрупкую сторону, в которой была большая сила, пронизывающая ее сердце. Тина, мать, жена и независимая женщина, которая хотела быть лучшей версией себя для своей семьи и ни у кого ничего не брала. Этот эпизод действительно позволил мне сочувствовать, сопереживать и вдохновляться Тиной. Что-то, что я никогда не думал, что почувствую от персонажа, которого мы на самом деле не так много видели, но я думаю, что в этом прелесть этого шоу. У каждого человека в этом ресторане есть жизнь и своя борьба за пределами этих стен, и об этом легко забыть, но мы просто не знаем, что это влечет за собой, пока не увидим это. Только когда мы заглядываем за дверь, мы понимаем, насколько мы интересны. Итак, вот и все. Почему «Медведь» третий сезон 6 серия идеален? Если...